Сегодня весь день я буду питаться продуктами из Метро. Их два бренда – Ара и Метрошеф. Вы набрали тысячу лайков буквально за пять часов под этим видео с пельмешами из Метро. А теперь набираем две тысячи лайков, и я снимаю целый день на продуктах под брендом Линеллы. Ну вот затарился, друзья. Чек вышел у меня на 326 леев. Думаю, на день этого хватит. Здесь, наверное, даже на два дня хватит. Сосиски по 120 леев за килограмм. Сосиски производят для них рогов молочные. Нормальная классическая вкусная молочная сосиска. Ни на одной банке под бренда Мара нет ключа, и это минус. Паштет с куриной печенью. Производство Румыния. Стоит он 12 леев, в банке 200 грамм. Пахнет, как обычный паштет. И по вкусу, как дешевый паштет. Прям сразу мука, крахмальность, соя. Тостовый хлеб крупного сечения. Здесь полкило. Стоит 25 леев. Производство Германия. Вот, смотрите какой. Но паштет, к сожалению, не тот, который бы я хотел есть на завтрак. Обычный нормальный хлеб, но очень дорогой. Тунец 185 грамм, 130 грамм чистой рыбы. Производство Вьетнам стоит 26 леев. Открываем. Это самая настоящая каша. Тунец прям обалденный, хоть и каша. Вкусненько. Сосиски и тунец вкусные. Хлеб обычный, паштет невкусный. Но это все можно найти в городе намного дешевле. Ем еще одну сосиску и увидимся в обед. Обед, друзья, прошло пару часов буквально, потому что был поздний завтрак. Сыр бри, свиное мясо а-ля тушенка, кукуруза, ну и хлебушек. Этот сыр сейчас на скидках стоит 229 леев за килограмм. Сыр выглядит симпатично и пахнет сильно белой плесенью. Плесень немного горчит. Такого не должно быть, насколько я знаю. Консервированная кукуруза под брендом Метро Шеф. Здесь есть ключ для удобства. Стоит эта банка 19 леев, производит Молдова Альфа Нистру. Как вы видите, очень много бульона. Кукурузка желтенькая, симпатичная. Кукуруза жестковата. Производство 27 августа 2022 года. Больше года уже прошло. Кто любит бульончик, пишите в комментариях. Но знаю, что есть многие, кто его просто выливают. Там еще была кукуруза под брендом Ара. Надо было ее взять и сравнить. Эту брать не советую. Мясо свиное. В этой банке 300 грамм, стоит 25 леев. Производство Румыния. Пахнет чем-то мясным, но выглядит очень сухо. Я такие продукты называю ветчина в банке. Пробую. И на вкус как дешевая колбаса, где-то за 60-70 леев в килограмм. Брать не советую. Хотя, если содержимое этой банки бахнуть в какую-то кашу, хорошенько перемешать и прогреть, думаю, что будет неплохо. Кусочек ветчины. Свежий бри. Кукуруза. Ужин. Сардины, горошек, ушки и молоко. Консервированный горошек Ара. Стоит 13 леев. Производство Альфа Нистру. Бульон прозрачный. Горошек красивый. А вот горошек вкусный, в отличие от кукурузы. От горошка жижку я не пью, если что. Горошек в банке целенький, мягкий и сладкий. Посторонних вкусов здесь нет. За 13 леев можно брать. Молоко под брендом Метро Шеф. 3,2% жирности. Производство Украина. Стоит 22 леев. 23. После горошка. Ух! Обычное пастеризованное 3% молоко. Побочных вкусов также нет. Сардин в томатном соусе. Здесь 125 грамм. Стоит 25 леев. Производство Германия. Есть ключ. Ого, здесь рыбка крупная. Вот такая. Их здесь буквально 3 штучки. Вкусная рыба, но очень дорогая. Можно найти дешевле. Лужки с молочком сейчас буду. Это жужжим все-таки. После рыбы и горошка, конечно. Ну, что делать. 400 грамм ушек. Стоит 24 леев. И производит их для Метро Панилина. С молочком самое то. Отличные хрустящие, в меру сладкие ушки. По нормальной цене. Также молоко, горошек можно брать. Эту рыбу не вижу смысла брать за 25 леев. Молодцы, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк. Набираем 2000 лайков. И такой же день я сделаю на продуктах от Линеллы. Их бренд ОПРЕДСМИК. Также пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Еще будет очень много интересного. Пока-пока.